Бесплодная смоковница, которую Ишуа проклял по дороге в храм, была символом бесплодия. Бесплодия чего именно? Самого храма, жертвоприношения совершавшихся в нем, священников, ведавших им. Что хотел сказать Ишуа этим проклятием, если оно, как считают многие комментаторы, действительно было пророческим предупреждением. Предупреждением кому, о чем, если о суде, то за какие грехи. О грядущем разрушении храма Ишуа говорил прямым текстом. И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его, учитель, посмотри, какие камни, какие здания. Иисус сказал ему в ответ, видишь, все великие здания, все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне. Это же выражение встречается в контексте, говорящем о причине суда Божьего. Когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, О, если бы и ты, хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему. Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего. Слово посещения употребляется в Писании обычно в значении особого действия Божьего, как благословения, так и суда. Говоря о том, что Иерусалим не узнал времени своего посещения, Ишу имел в виду духовную слепоту тех, кто не узнал в нем Мессию. Он не просто констатирует факт этой слепоты, а вменяет ее в вину, тем самым подразумевая, что люди должны были узнать его. Почему же они были слепы? И кто именно был слеп? Ведь ясно, что не все, тот же самый Лука во второй главе своего Евангелия говорит о Симеоне и Анне, получивших от Святого Духа Откровения о Ишу. Кстати, интересно, что их встреча с ним произошла не где-нибудь, а именно в храме. Конечно же, не все были слепы, но вслед за этими словами о времени посещения Лука описывает изгнание торговцев из храма и конфликт Ишуа со священниками. Очевидно, не случайно, а с целью подвести нас к мысли о том, что уж если кто и должен был его узнать, так это в первую очередь священники, как люди по роду должности своей, имеющие самое непосредственное отношение к тому Богу, который обещал Израилу Мессию. И вот их-то Ишуа и обвиняет в превращении храма, который по замыслу Божию должен был быть домом молива за все народы, в разбойничий притон. Давайте попытаемся лучше понять его слова и действия. Ясно, что его гнев был вызван торговлей. Почему ушла торговля животными и птицами? Понятно, для того, чтобы приходившие в храм могли совершить жертвоприношения, регламентированные торой. А если у тебя была своя овца, замечательно. А если своей нет, то нужно купить. Если нет денег на овцу, то нужно купить что-то более дешевое. Например, голуби, как это сделали, скажем, родители Ишуа, когда принесли его в храм еще младенцам. Так что сама по себе торговля жертвенными животными и птицами прогневать Ишуа не могла. То же самое можно сказать и о менялах, то есть о людях, занимавшихся обменом валюты. В Иерусалим стекались паломники из очень многих стран, им необходимо было обменять свои деньги на местные. Однако, если речь шла о пожертвовании на храм или покупке животных для жертвоприношения, то это должен был быть только так называемый статир, монета, упомянутая в 17 главе Евангелия от Матфея, которую Петр нашел во рту рыбы и отдал собиравшим подать на храм. То есть именно статиры были той валютой, которая была в обращении во всех делах, делавшихся внутри храма. Поэтому обмен валюты был, в принципе, делом необходимым. И, соответственно, тоже не мог вызвать гнева Господа. Тогда в чем же было дело? Цитата из книги Исаи указывает, скорее всего, на то, что проблематичным для Ишуа была не торговля и не обмен валют как таковые, а место, где все это делалось, так называемый двор язычников при храме. Это была территория, на которую допускались неевреи. Потому что дальше, то есть, собственно, сам храм, вход им был воспрещен под страхом смерти. Почему это место было неприемлемо для Ишуа в качестве рынка валют и скота? И почему именно это место стало вообще скотно-птичьим и валютным рынком? Ну, с чисто практической точки зрения, конечно, было предпочтительней купить жертвенное животное, как можно ближе к жертвеннику. Ведь служители храма, которым нужно было его отдать, осматривали предварительно животное на предмет соответствия этого животного или этой птицы требованием торы. Поэтому, если вы отправились в храм, например, откуда-нибудь из Галилеи, со своей собственной овцой, которую, уходя из дома, вы проверили и сочли вполне годной для жертвоприношения, у нее было масса шансов стать негодной для такого жертвоприношения по дороге. Она могла упасть, сломать ногу, она могла заболеть и слечь. Так что, с этой точки зрения, покупка животного или птицы непосредственно перед принесением их в жертву была намного удобнее. Была ли у этого удобство изнанка? То есть, проблематичные аспекты какие-то? Ну, конечно, за гарантию возможности принести в жертву животное соответствующие стандарту торы, продавцы и запросто могли взимать более высокую плату, чем на обычном рынке, то есть вздувать цены. Мне пока не удалось найти ссылок на еврейские источники, однозначно утверждающие, что вздутые цены были нормой, то есть, что священники делали это в порядке вещей. Однако, на то, что цены были завышены, если не всегда, то как минимум нередко, косвенно указывают два фактора. Первый — это очень нелестные отзывы о коррупции в среде священников, которые есть в еврейских источниках, например, в «Свитках мертвого моря», книгах Иосифа Флавия, «Завете Моисея» и второй книге «Баруха». Притча Ишуа о виноградниках, беспощадно расправлявшихся с посланниками хозяина, тоже вписывается в эту картину очень хорошо. Второй фактор — это история, рассказанная в Мишне, в Масехет Критот, о некоем учителе еврейском по имени Шимон бен Гамлиэль, который был возмущен во много раз завышенной ценой на пару голубей и начал учить, что женщина могла принести в жертву за свое очищение одну пару голубей за пять родов или выкидышей, и после этого принимать участие в храмовых праздниках, как ни в чем не бывало. Всюду можно предположить, что цена на голубей была завышена, вероятно, как минимум в пять раз, ведь Тора-то предписывает совершать обряд очищения после каждых родов, а не после пяти родов. В результате его учения цена на голубей упала очень сильно, говорит Мишна. Там, где торговля, там мысли чаще всего не о Боге и служении ему, а о личной выгоде. Чаще всего, не обязательно. Именно, наверное, поэтому в книге Захария есть пророчество о том, что в последнее время Иерусалим станет святым городом, и в доме Господа Саваофа не будет больше ни одного торговца. В русском переводе написано не торговца, а хананея, однако торгум говорит, что в данном случае слово «кнаани» ивритское, которое действительно означает «житель Кнаана», то есть Ханаана, нужно понимать как торговец. И, возможно, Ишуа был вдохновлен именно этими словами, когда взял в руки бич. Каким образом двор язычников превратился в рынок? Тора не заповедует продавать жертвенный скот и птиц именно там. И еврейские источники подразумевают, что раньше этот рынок был вовсе не в храме, а в месте, которое называлось по-арамейски ханут. То есть рынок по-арамейски. В современном иврите это слово означает «магазин». Ханут находился на Масличной горе, Елеонская, так называемая, гора, в русском синодальном переводе, на Масличной горе, которая от храмовой горы отделяет долина Кедрон. Один исследователь равнистической литературы, Некста Эпштейн, показал, что приблизительно за 40 лет до разрушения храма первосвященник Каиафа выгнал из храма Синедрион и ввел туда торговцев. В любом случае, в непосредственной близости от святого места появился не святой бизнес. Ну, это не то, что любой бизнес не святой. Бизнес вполне может быть святым. Однако сейчас у нас речь идет о том конкретном бизнесе. Но дело-то усугублялось еще тем, что этот рынок разместился не где-нибудь, а во дворе язычников. Почему же это обстоятельство еще является отягчающим? Смотрите, храм должен был быть местом молитвы, в том числе молитвы неевреев, а также молитвы еврейских священников за неевреев. О молитве неевреев в храме говорил еще строитель первого храма, царь Соломон. «Если и иноплеменник, который не от твоего народа, Израиля, придет из земли далекой ради имени твоего, ибо и они услышат о твоем имени великом, и о твоей руке сильной, и о твоей мышце простертой. И придет он и помолится у храма сего, услышь с неба, с места обитания твоего, и сделай все, о чем будет взывать к себе иноплеменник, чтобы все народы земли знали имя твое, чтобы боялись тебя, как народ твой Израиль, чтобы знали, что именем твоим называется храм сей, который я построил». О контексте, из которого Иешуа взял слова о доме молитвы, таков. «Да не говорит сын иноплеменника, присоединившийся к Господу, Господь совсем отделил меня от своего народа, и да не говорит евнух, вот я сухое дерево, ибо Господь так говорит об евнухах, которые хранят мои субботы и избирают угодные мне, и крепко держатся заветы его, тем дам я в доме моем и в стенах моих мест имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям, дам им вечное имя, которое не истребится. И сновины племенников, присоединившиеся к Господу, чтобы служить ему и любить имя Господа, быть рабами его, всех хранящих субботу от осквернения ее и твердо держащихся завета моего, я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Всесожжение их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Первый и основной смысл этих стихов понятен. Господь Бог нелицеприятен, и путь к Нему открыт не только евреям, а всем людям. Более того, неевреи обрадуются в его доме молитвы. Тут обратите внимание, речь идет не исключительно о делах, которые можно или нельзя делать в субботу. Речь идет об эмоциях, о радости, вызванной тем, что Господь принял тебя в своем доме. Однако, если представить себе нееврея, находящегося на скотном или птичьем базаре, где стоит уж простите вонь от испражняющихся животных, и идет доходный бизнес, перекачивающий деньги из его кармана в храмовую казну и в карманы всех посредников между ней и им, то представить себе его радость довольно трудно. Все прекрасные впечатления, производимые на Пилигрима внешним великолепием храма, оно было очень мощным, могло сойти на нет от соприкосновения с этой атмосферой совершенно не святого рынка. Кто же нес ответственность за все это безобразие? Ну, понятно, тот, кто ведал и всеми прочими делами храма, то есть старшие священники. Так что неудивительно, что именно они и задали Ешу вопрос о том, по какому праву он делает и говорит такие вещи, и что именно они разделались с ним в конце концов. Бесплодная смоковница, на мой взгляд, это символ того, во что храмовое служение превратилось под их началом. Листья есть, а плодов нет. Ритуал совершается по всем канонам, однако этическая сторона вопроса полностью запущена, а отсюда духовная слепота, в первую очередь самих вождей, которые, разумеется, могут вести за собой только таких же слепцов, пока оба не упадут в яму. Однако, что означает в данном контексте провозглашение «Да не вкушает никто от тебя плода вовек», обращенное к смоковнице? Был ли это намек на то, что время храма подошло к концу? Что его бесплодие безнадежно, то есть неизлечимо? Или же это предупреждение о конце, наступление которого еще можно предотвратить покаяние? Некоторые комментаторы пишут, что поскольку слова разбойничий притон Ишуа взял из книги Иеремии, их нужно понимать как призыв к покаянию, вслед за которым последует очищение и восстановление. Ведь сам Иеремия говорил именно в таком духе. Однако мне кажется, что цитирование всего двух слов совсем не обязывало Ишуа вкладывать в них именно такой дополнительный смысл. Тем более, что в других ситуациях он говорил о разрушении храма совершенно прямым текстом. Храм был разрушен из-за коррупции и вызвана ей духовной слепоты. Но восстановлению он не подлежал по причине того, что новым храмом Божьим стал сам Мессия, что теперь искупительная жертва не животное, а он сам. Что благословение мы получаем сегодня не от священников Синайского завета, а непосредственно от первосвященника Нового завета. Впрочем, это лишь моя точка зрения. Основные на моем понимании текстов Нового завета, и вы совершенно не обязаны соглашаться с ним. Спасибо. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.azisdefismedia.tv Сиона